Музыка Я должен сказать о том, что на протяжении последних пяти лет у нас в городе устойчиво сохраняются тенденции естественного прироста населения. Встреча руководства города с трудовыми коллективами – повсеместная практика. Как правило, они носят информационный характер и позволяют горожанам формировать свое представление о жизни города. Также в ходе ознакомительной беседы власти понимают и злободневные темы, касающиеся непосредственно того предприятия, в стенах которого и проводятся собрания. С начала текущего года государственную адресную социальную помощь получили почти 2500 человек на сумму более 4,2 миллиардов рублей. В 2011 году таким правом воспользовалось 2711 человек, а в 2014 почти 4 тысячи человек. Если брать текущую пятилетку, то положительная динамика развития достигнута в основном за первые три года пятилетки. В 2011, 2012 и 2013 годы проблематичным по причинам девальвации валют соседних государств, основных межноторговых партнеров и, как следствие, ухудшение положения экспортеров, резкое сокращение заказов со стороны крупных республиканских сборочных производств, на которые завязаны наши машиностроительные предприятия. Это завод станка принадлежности работает в кооперации с Минским тракторным заводом, а автоагрегатный завод работает в кооперации с Минским автомобильным заводом. Соответственно, произошло снижение объемов производства на предприятиях машиностроения города, в том числе и на предприятиях строительной отрасли. Но вот в такие предприятия на сегодняшний день, которые минусуют, попало и ваше предприятие, потому что значительный объем производства и произведенной продукции вы отправляли на экспорт в Российскую Федерацию. В составе информационных групп председатель Барановичского исполнительного комитета Юрий Громаковский регулярно посещает коллективы предприятий города. В ходе таких встреч горожане не только пополняют свой багаж знаний, но и обсуждают злободневные вопросы на личном приеме у главы города, который он по традиции проводит после экскурса в экономику, здравоохранение и другие аспекты, движущие инфраструктуру нашего города. Что касается лично моей практики и требует такого же заместителей своих, во время выездного приема, во время работы информационной группы провожу прием по личным вопросам всегда. Потому что, ну да, как правило, председатель исполкома принимает людей по личным вопросам вторую и четвертую среду каждого месяца, ну а это получается дополнительный прием и получается людям намного проще, им не надо записываться предварительно на прием. То есть, ну, в любом случае в коллективе, находясь где-то на своем рабочем месте, пересменку или после работы человек может обратиться непосредственно к руководителю города или к заместителю, получить уже ответы на волнующие лично его вопросы, какие-то проблемы. Где-то на месте мы эти вопросы разрешаем, где-то берем для изучения, потом отвечаем, ну и пытаемся, конечно же, помочь. В ходе встречи, которая продлилась более двух часов, глава города отметил, что сегодня приоритетным направлением политики белорусского государства является поддержка граждан в решении жилищного вопроса. Так, начиная с 2011 года, в нашем городе сдано в эксплуатацию 56 многоквартирных домов и 648 домов индивидуальной застройки. С начала этого года построено 4 многоквартирных дома. Также председатель городского исполнительного комитета высказал свое мнение о долевом строительстве, который, несмотря на все преимущества, на сегодняшний день не получил должного развития. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено экономике города. Так, например, на сегодняшний день коммерческую деятельность в городе ведут 5043 индивидуальных предпринимателя. В этой сфере наблюдается положительная динамика численности занятых в предпринимательстве. За последние пять лет в городе начало работу 520 малых организаций, создано более 12 тысяч рабочих мест. Что касается работы информационных групп городского исполнительного комитета, то они работают на постоянной основе. У нас несколько информационных групп, и вот первую группу возглавляю я, и возглавляют информационные группы все мои заместители, начальник финансового отдела, горосполкома управляющий делами. Ну и проводятся регулярные встречи с коллективами для того, чтобы рассказать о ситуации в стране, что происходит в стране, о ситуации в городе, что в городе делается. И вместе с тем, вот когда общаешься с коллективами, тогда получаешь обратную связь какую-то. Люди высказываются, говорят где-то о своих проблемах, что-то подсказывают. Ну и, наверное, и это правильно, потому что и в большей степени, и в большой степени, вот эта обратная связь, она и является где-то и основой для наших дальнейших планов. Вот люди говорят, и на основании этого что-то мы делаем, какие-то новые объекты, где-то благоустройство, где-то, может быть, надо поддержка предприятию, поддержка какому-то отдельно взятому человеку. В целом, посещение трудовых коллективов в составе информационных групп – повсеместная практика, которая позволяет властям держать руку на пульсе города и в нужном направлении развивать его инфраструктуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова